Актюбе – пятый город в Казахстане по числу жителей. Здесь проживает более 400 тысяч человек. До 1999 года назывался Актюбинском. Актюбе и Оренбург разделяют 270 километров, но их связывает история. В уникальном документе привилегии Оренбурга императрицы Анны Иоанновны прослеживается связь Казахстана и Оренбурга. Принятие этого документа во многом связано с теми событиями, которые происходили тогда на территории современного Казахстана в начале 18 века. Не было тогда какого-то единого государственного сильного образования. Существовало множество мелких, которые находились в состоянии постоянной изнурительной вражды. Правитель казахского жуза Хан Абул Хаир и еще ряд правителей обратились к императрице Анне Иоанновне с просьбой о принятии подданства Российской империи. В прошлом году в Оренбурге прошли Дни казахской культуры. В этот раз оренбургскую делегацию приняли в ОКТБ. Главы областей обсудили будущее взаимодействия регионов. Все мы заинтересованы в развитии своих территорий. Это возможно только в контакте с соседями, как внутри каждой из стран, так и при границе. За многие десятилетия тесно переклились экономические связи наших областей. То же самое можно сказать о гуманитарных контактах и официальных участках. Мы активно торгуем, выстраиваем кооперационные и производственно-хозяйственные цепочки, взаимно инвестируем, изучаем опыт друг друга. Мы, руководители, должны создать условия, чтобы наши бизнесмены, руководители предприятий, компаний могли с друг с другом общаться, выявляя тот опыт, который у них есть. Мы считаем, что на сегодняшний день и в Российской Федерации, и в Казахстане созданы все условия для того, чтобы в первую очередь развивалась экономика. В парке имени первого президента ВКТБ оренбургские производители поставили свои палатки с местной продукцией. А прямо за моей спиной находится сцена, на которой идет четырехчасовой концерт. Выступают оренбургские артисты. Местные жители активно подпевают знакомые и любимые песни. Здесь не кончается Россия, здесь начинается она. 14 байкеров в честь 20-летия Астаны планируют совершить автокараван. Он проедет по маршруту Оренбург, Октабе, Кызелорда, Алматы, Астана. Общая протяженность маршрута составит почти 5,5 тысяч километров. После экспедиции планируется выпустить фотокнигу. У каждого человека есть определенная цель, а у байкеров она всегда одна, эта дорога. И если есть возможность и есть желание, почему бы не преодолеть тысячу, две, три километров. 24-го планируем выехать и вернемся где-то примерно через две недели. Для жителей Актабе Оренбург оказался не только соседним городом, но и родным и хорошо знакомым. Оренбург это моя почти вторая родина, у меня родственники в Оренбурге живут. Оренбург очень достеприменный город. А Оренбург похож с Актабе? В плане людей мы немножко схожи, потому что у нас как бы граница-то рядом же, поэтому в плане людей мы немножко схожи, мы такие же открыты, такие же гостеприимные, готовы тоже на все помочь. Один из южных российских городов, что раньше был в составе Казахстана, что очень близкий нам город, там много знакомых, близких, родных. Я там часто бываю, у меня родственники, там родители с Аренбурга, так что много общего связано с Аренбургом. Актабе и Аренбург похожи? Да, конечно, это бывшая территория Казахстана, так что там как родные, как свои. У нас очень тесная связь. Мы молодежь из Аренбурга и Актюбинска часто встречаемся на конкурсах, на фестивалах. У нас очень веселая молодежь, и Аренбург тоже очень веселая молодежь, и мы хотим еще с ними тесно связаться. Одна из главных проблем Казахстана – образовательная миграция. Молодежь уезжает в Россию учиться, остается там работать и меняет гражданство. По данным Национального исследовательского университета, в 2015 и 2016 году в России училось более 200 тысяч иностранных студентов. Из них более 60 тысяч – молодежь из Казахстана. И с каждым годом эта цифра растет. Когда я заканчивала университет, это было 4 года назад, были кто уезжал к вам. Были люди, которые в основном в ОГПИ выбирали ваш университет, потом были, ну кто ездил, кто в Петербург. Но сейчас я замечаю, что есть такой как обмен опытом. Вот ездят на год, на два года, потом к нам обратно приезжают и здесь перенимают. И как-то и наоборот даже. Есть, да, в Россию едут. Ну более привлекательные, наверное, там. Все-таки большая страна, большие возможности. Там образование, говорят, хорошее. А здесь тоже хорошее, но там получше. Да, конечно, очень много людей, кто обучается в Оренбурге. А почему так? Ну потому что диплом с Оренбурга более котируется и, мне кажется, можно найти работу с российским дипломом везде. Но творческая молодежь в ОКТБ есть. И этому подтверждение стрит-арт на стенах многоэтажек. Айнур Бегимбаева – одна из художниц, которая рисовала и придумывала все эти рисунки. В прошлом году, лето, вот только начали появляться. Пока я не говорю, там прям много тут, мало. Ну надо, много надо нарисовать. В этот раз Айнур помогает оренбургским граффитистам Максиму Чукину и Дмитрию Сумбаеву. В Оренбурге ребята нарисовали самый большой стрит-арт в городе. Мечты меняют мир. На этот раз художники работали в ОКТБ. На огромном полотне изобразили музыканта Мстислава Варстроповича и советского музыковеда Ахмеда Жубанова. Идея совместная наша с Министерством культуры. Сам эскиз мы, короче, разрабатывали уже сами с Дмитрием. Закончим, я думаю, в край, там это будет среда следующей недели. Ну, вероятнее всего, там даже во вторник, я думаю. По поводу краски, ну, на вскидку, наверное, литров так 300. Недалеко от стрит-арта в будущем появится аллея Оренбургской области. В спальном районе высадили 150 саженцев березы. Планируется посадить ели и абрикосовые деревья. Завершились два дня Оренбуржа в ОКТБ гала-концертом, где выступили именитые коллективы Оренбургской области.